всем доброго дня 17 декабря до офигеть трава зеленая да еще смотрите какая зеленая мусор не обращайте внимание то там у нас наверно виноградники круто правда листья зеленые вся фигня вообще балдеет ту и стоят только цикад не слышно дождь идет пихты южная это мы где-то мы здесь на а9 где-то возле orange orange его недавно прошли и свернули сюда на девятку сторону барселоны через полтора часа у нас заканчивается пауза девять часов и мы поедем не будем мы стоять звонил заказчик у нас получатель он русский барселоне обговорили мы все детали кстати с очка польская стоит с 500 и двуногая так но мы как были мурзатые так и остались не понял это что старых что ли наверно на порез похоже что я такого не припомню но это не порез но не порезан дырки нет может хотели что я такого не припомню у себя да вот видите с очка двуногая наверно норвегию пан топчет постоянно с рэпом стоит молодцы турок приехал стоянка пуста еще вот определились все точку нам скинули куда заезжать как заезжать ну как заезжать нет куда заезжать поговорили с человеком он все объяснил поедем мы сегодня я думал выезжать ночью и рано утром туда заехать он сказал что приезжайте вечером поздно на игру это часов 12 будет наверно нету 430 километров отсюда горюцию отлично мы вам там место оставим обгородим вы подъедете там дом какой-то возле этого дома выгружаться он еще ска есть высок много здесь видите там не 500 под знак под кирпич поехал румын 450 у него вот так что он сказал можете приезжать это будет даже лучше горит у нас там и возле в этого здания там переночуете и утром вас начнем разгружать мне еще и лучше поэтому вот час через полтора часа заводимся и он там автобан по коробке и понеслись грязно грязно видится но есть такое европе тут тоже людям он там он мусорки ну лень же до мусорки дайте чё кинул и поехал когда я сюда типа приеду но то что травка зеленая 17 декабря хватит спать пора работать без 15 5 у нас мокро дочь только что был сильный частный сильный мне 430 450 километров нам проехать до выгрузки барселоне на следующем повороте поверните двуногая скамеечка польска с 500 бели-бели народ начинает становиться на чем мы поедем зачем нам выезжать ночью когда мы спокойно как нам сказали мы сюда доберемся но там гручастный дом там как-то в центр довольно таки барселоны надо въехать там посольство мурай посольство российская там рядом может быть мы какому там послу и ну или около посла там что нибудь северную эту мебель и везем не знаю ну то мы разговаривали на русском сказали что вот так и так вы во сколько приедете я говорю ну приедем там могу ночью приехать могу рано утром не грунт вы скажите как он говорит если вы приедете ночью вообще будет красиво проложить мы он там место забронируем щитами проекте 69 вот вы спокойно приедете заедете станете а утром и потому что говорит там днем машинками забивают с утра маленькими вся утром играет придем и начнем вас выгружать отлично часть сюда девять часов и отстоял 440 километров так если все нормальным к 12 часам ночи мы уже будем сегодня неплохо чем выезжать 13 ночи потом всю ночь опять ехать и ночь будем спать и все и мы уйдем от этого нашего ночного режима вот ну и вторая хорошая новость вышел на связь со мной наш победитель андрей подоляка искренне еще раз поздравляю вас с победой он мне написал мы еще пока не списывались ну спишемся короче наши подарки отправляются друзья город херсон украина город его и херсонская область город каховка если я правильно назвал назвал удаление ударение растаял я думаю что правильно по-моему каховка вот но это сделаем естественно уже когда приеду домой буду ехать с европы потому что мы отсюда нерационально отправлять за эти деньги можно 80 кипа купить которые здесь поэтому который здесь почту запросит поэтому мы сейчас ездим будем назад возвращаться вроде какие-то наметки по загрузке тоже есть но пока ничего освещать анонсировать не буду потому что у нас так всегда я сначала скажу а потом попадаем пальцем желтое колечко увижу заявку тогда все скажу а пока все вот немножко даже видите мы с вами чуть-чуть светла застанем французского по франции где-то там где-то там средиземное море даже скоро ну было бы видно если вы бы ехали по светлому за бортом у нас плюс 12 градусов видите теплым без печки спал сегодня катастрофа 17 декабря круто все задача нам сегодня добежать до выгрузки как вам декабрьский погоду огонь да ливень круто так главное что в барселоне такого не было сука было под дождем не бегать ну хотя еще страшно они сахарные не растают обалдеть 17 декабря круто ну чего хотели тут снега то никогда не бывает может раз пятилетку и выпадает и то я что-то сильно сомневаюсь здесь всегда тепло где мы тут едем я так особо не ориентируюсь до монпелье 70 километров вот 406 до барселоны но нам с другой стороны барселоны надо заезжать потому что так получается через весь город надо ехать надо вокруг барселоны обойти примерно как мы в прошлый раз ехали и потом зайти уже в город что зато это натуральная мойка глядишь и машинку от моем только что такой хороший в тучку влетели такой ливень сильно сильный был все видите темнеет уже недолго музыка играла по светлому ехать ну а че все не какое число семнадцатая пять дней и будет зимнее солнцестояние самые короткие дни ну вот а по такому дождичку так может немножко грязь нашу и позбивает вот 13 сейчас уже теплее хорошо видишь в город завтра 20 будет нет дни и по дни ان Испания совсем рядышком у нас уже. Через 300 метров продолжается движение прямо. Ограничение скорости 50 км в час. Продолжайте движение прямо. Сработает, не сработает. Должна же, по идее, что не сработает. Готовьтесь через 850 метров въехать на дорогу с круговым движением. Спасибо. Нет, gracias. Нет, merci здесь еще пока. Пока, merci. Gracias. Gracias. Уже будет скоро. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы вкулимся в Испанию. До Барселон, конечно, без паузы мы не добежим. Надо будет... Еще отсюда 187 километров. Времени полтора часа. Но мы не добегаем, надо будет. Уже в Испании тормознемся. Поужинаем. Как раз два кусочка рыбки осталось. Красненькой. Докушать. И все, что туда уже в Барселон приехал, заштурился. И ночь спать. Ох, какой кайф. GoPro stop. Я нас поздравляю, братцы. Мы с вами заезжаем в Испанию. У Испанцев здесь на спуске обгон грузовиков запрещен. Поэтому шалить мы не будем. В прошлый раз я видел, как прям при мне на заправке человечку выписывали. Ну, кое-кому до фонаря, конечно. Потому что обгон запрещен. Не такой уж он и запрещенный этот обгон, правильно? Чей автовоз? Автовоз испанский, местный. Это немец что-то впереди не едет совсем. Вильковой Вальтер. 60 километров в час едет. Ну, ничего, потерпим. Все, вот она, Шильда. Мы заезжаем в Испанию. Хотя, как все говорят, Каталония это не Испания. Вот, все. Оп, мы в Испании. Ну, знак-то висел в Испании. Знак же не висел в Каталонии. Знак висел в Испании. Поэтому мы в Испании пошли на спуск. Как раз граница по центру, да? Перед ней. Ну, вот. Грузовика в левом ряду запрещено. Спускаемся в правом. Вот, Испанская платка. Наш прибор должен и здесь работать. Поэтому, сейчас мы посмотрим. С той стороны контролеры стоят. Вон, Вейцы, Испанские. А, с нашей тоже, кстати. Все. Работает и на Испанию. Отлично. Ну, еще и на Португалию тоже. Кого здесь? Турка. Что-то тут они ему вопросы задают. Проедите, 60 километров. Так, час 16. Ну, вот сейчас где-то надо какой-то нам паркинг выбрать. Лесной, скорее всего, потому что на заправках мы сейчас уже точно не станем. Хоть за время 8 часов вечера, еще не так поздно. Дозвол заполнен. Ну, еще заранее заполнен. Может, говорил, не говорил, повторюсь. Дозвол, то есть разрешение на въезд в страну должно быть заполнено. До момента ее пересечения. Даже вот те же поляки, вот если идешь с Литвы, когда в Польшу заходишь, то как бы там ты можешь как бы въедешь, и типа вот сейчас в Польше сразу на приграничный паркинг, и заполни якобы дозвол. А они стоят чуть-чуть раньше. А знак Польша, он тоже стоит раньше этого паркинга, и все. И они хлоп, запцарап, дай дозвол. А он не заполнит. Сейчас пан через 100 метров заполнит. А ты уже едешь по Польшу? Едешь. Едешь без... Без... Незаполненный? Незаполненный. Значит, ты едешь без разрешения. 3000 евро будет любезен готовь. Так что дозвол, штука такая, должна быть заполнена до момента въезда в страну. Но это так. Мы сейчас еще ищем какой-нибудь лесной. Да, потому что на заправках уже не всунешься, хоть и 8 вечера. 9 до лесного кронюсь. Побечуем часик, чайку попьем, рыбку доедим. Ну, еще проеду минут 40. Как раз останется часа 2, когда место приехал. И все. В общем, пришлось вот так вот на 45 минут встать. Никуда уже не заехать. Все везде забито, все стоянка. То есть не приткнуться никуда. Вот видите, люди даже вот так вот уже зашторенные спят. Ну, 45 минут постою. Проезд-то есть. Не страшно. Я просто дальше не поехал. Но в любом случае уже встать будет негде. 9 вечера всегда все забито. Не особо-то мы тут и отмылись. Ну так, тент-то вроде почти чистый. Да, нормально. Ничего страшного. Постоим, чайку попьем. На улице, конечно, перед заправкой баллон тут доставать не будем. Разводить всю эту кухню. Ну, так-то проезд есть. Подъехать к заправке можно. Без вариантов. Ехать куда-то туда-то все равно нигде не станешь. Поэтому поставим тут. 45 открутим. Что-то я как-то тут бедноватенько со стоянками. Даже с лесными, с теми же. Баллон надо в кабину доставать. Опа. Будем в кабине чай пить. Нифига себе, какой тростник высоченный. Если это он. Ну, похоже. Я никогда такого не видел. Смотрите, какой он высокий. Ну, это же тростник. Три меня. Обалдеть. Круто. У них тоже, вроде как, в Испании комендантский час уже ввели. Хотя, вон, я смотрю, ездят они тут. И на маленьких вон тусуются. И на границе никого не было. Ну, вот на первой платке только стояли полицаи. На самой границе ни с французской стороны, ни с испанской никого не было. И как с Германией во Францию съезжал. Пошли чай пить. Да, стоит. Евро 6, 510 кобыл. Мау. Мау, у него написано. Аббревиатура. Ну, что за ма такое? Это что? Взял, загуглил. Марокко, оказывается. Марокканские пацаны. Вот один. И второй вот это, наверное, справа. Потому что он к нему подошел. Они тут что-то. Ля-ля-та-па-ля-та. Паузу крутят. Вот этот. С Вольвой. Ну, вот видите. Хорошо, что никуда сюда не поехал. Все здесь. Все заставлено. Все забито. Такой паркинг-то небольшой. Я так посмотрел. Думаю, все. Осталось сейчас 109 километров. И будем отдыхать. Ну, самое главное, там нам в этот заехать. В Барсу. Какие-нибудь мосты там с собой не собрать. Еще, еще нибудь. Но не должны вроде. Время сейчас без пятнадцати десять. Как раз два часа к двенадцати часам, как и планировалось. Погнали. Не будем сильно разгоняться, пускай коллега бежит. А тут так тоже бывает. Выпустишь кого-нибудь, он разгонится 90. просто. И потом те не перестроятся, получается. Заходи, братан. Пожалуйста, давай, удачи. Что-то случилось. Смотрите, когда все переливается внутри. Внутри. Впереди внутри. Что-то тут на съезде произошло. Фига, они тут намолотились. Да, что-то их тут собралось очень много. Это уже объезд у нас в Барселону. По прямой получается у нас как бы надо заходить с другого, ну, с другого конца города. Не стоило, как мы идем со стороны Франции, а со стороны вот Португалии. Короче, надо Барселону обойти вокруг, чтобы меньше ехать по городу. Нам и так в центр. А еще, если по городу это все дело делать, поэтому минимизировать. Оно получается так в объезд на 18 километров дальше. Тут как бы одна предлагала по прямой поехать, вторая говорит в объезд поехали. Как-то это не зря же говорится, да? Умные герои всегда идут в обход. Тут и мы решили пойти в обход. Вот, поэтому сейчас мы обойдем и уже потом, ну, получается, наверное, и зайдем с той стороны как в порт заезжать, потом только порт правее. куда-то в прошлый раз ездили на таможню. Нам немножко левее нужно будет. Скоро узнаем. Чуть-чуть осталось. Дождик опять пошел не вовремя. Через один километр держитесь в правиле. В этой Барселоне. Все. Сваливаем со семерки с автобана. Уходим в сторону Барсы. В сторону города. Отсюда еще остается 18 километров. Да. В прошлый раз этой же дорогой заезжал. Этим же автобаном порт, аэропорт нарисован. Так что протуренной дорожкой. Держите, проверили. Протуренной дорожкой съезжаем. Ну, а там уже в самой Барселоне уже немножко по-другому будет. К посольству Российской Федерации нам надо. Там, где мы будем выгружаться, рядом посольство России. Возможно, мы даже вот кому-то из сотрудников и везем эту мебель. Это мое предположение. Не знаю. Завтра расспрошу. Если поделится информацией, расскажу. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы будем браться на месте. что здесь такое? Такой крутой поворот тут. Так, 40. А, ну да. мостик еще такой, подгулявший. Время у нас без 10-11. Даже немножко раньше запланировано. идем. Идем. Уже закончилось 40. Уже все. елки-балки. Елки-балки. он можно. в общем, мы на каком-то так называемом кольце барселонскому. Барселона-ромбе. Барселонское кольцо написано. зоны у нас уже все остались справа, порт там, все эти дела. Остается 7 километров. до места прибытия. Тут такая широкая, все красиво и все аккуратно. Через 4 километра нам съезжать и потом 3 километра. где-то по местным углочкам. Готовьтесь 3. Завтра вынестрел через 3 километра. О! Что-то тут с 10 до 6 непонятно, что. Может, тут еще такая оплатка будет сейчас. Готовьтесь через 3 километра держаться правее. Грузовиков больше нет сюда навстречу пока не встретились. Да я так в центр Кёльна ехал когда-то. Еду, еду, дороги все лужа, лужа. Не то, что грузовики идти. Грузовички закончились. Автобусы не всегда попадали. Все, мы едем, едем с трубами. Я как-то рассказывал. не прольемся. Выпустил автобус. Мать. 1,5 километра так 1,5 километра до 1,5 километра нам надо съезжать. Сейчас есть будет и нам надо съезжать. через 1,5 километра держитесь правее. Прям сюда? Куда нам тут держаться правее? Номер 1,5 или это 18? Нет, 1,5 написано как вы. Съехаться с авто подострали. Съезжаю и что? Сюда на 1,5 Одна сюда, другая чуть дальше тащит. Нет, все правильно. И это сюда. Держитесь. пройдя лево. Поедете на дорогу с другим движением, а затем съедете, используя четвертую съезд. Съезд это куда-то? Подмост? Ё-мо-я, а что тут подмост не проедешь что-ли? Или проложить. туда куда нам надо, туда закрыто. Да. Получается, видите, нам надо прямо туда подмост проехать. Изменение машины. Значит, надо сейчас ехать, разворачиваться где-то. Держитесь левее. Я ничего не пойму. Одна левее тащит, другая правее. Куда ехать? Ремонт дороги нам тут все карты сбил. Готовьтесь через 500 метров через 650 метров держитесь пронее через 600 метров держитесь левее B20 Я надеюсь, мы здесь развернемся. Вернее, не развернемся, получается, немножко с другой стороны заедем. это надо из всех колец этих всех мостиков начать ремонтировать именно этот, который нам нужно было проехать. сейчас правее это ралбас какой-то, да, вот грузовики как раз туда нарисовано. через 540 метров готовьтесь через 800 метров ехать на дорогу фотоаппарат. Ах, красотень! Может, надо ближе подъехать, нет? И снова пальмаем. Нам 1,4 в общем-то. Мы почти, почти на месте. Уже давным-давно все съехал. с автомагистрали. Видите, правая полоса буст, такси. Вот, все остальные вот здесь вот едутся как лохи во второй. через 160 метров через 160 метров ездить на дорогу с другого движения, а затем съедите, используя второй след. Один километр. метров ездить на дорогу краска. Ну, ладно. Второй съезд, это нам прямо надо, вот туда, куда тот поехал. Таксист. Ну, ничего. Мы даже под знаки пока никуда не влезли, что очень удивительно. нету пешеходов, чего ты сидишь, кому. Поехали. Да. Коменданский час, какие пешеходы. Все должны дома сидеть. Ну, не хочет зеленый загораться, ну, что за ерунда. О, загорелся. Так, и... Готовьтесь к самому повороту через 250 метров наисенс. Вот с одной стороны хорошо таких города заезжать, вот когда все спят, движения нет, тут есть время подумать о себе и ваше. Куда налево? Сюда налево? На следующем повороте поверните налево. Да. Да. сюда налево, да. Вот сюда нам налево. Фига себе тут гора. сразу хочется, мысль приходит в голову, если пойдет снег, то здесь никогда в жизни не поднимешься, но здесь никогда в жизни снег-то не пойдет. и конечно да, здесь днем ездить. Посмотрим, выезжать-то будем днем, наверное. Надеюсь, мы туда едем, потому что разворачиваться тут будет крайне сложно. хотя сейчас никого нет. Видите, мопеды тут все дела. на следующем повороте поверните налево. То есть она буксует даже, вы прибудете в конечный пункт через 140 метров. Ну, смею предположить, что мы приехали. Теперь нам надо где наши мусорки. Вон они вроде бы. Вот где эти мусорки, где эти баки. Вот здесь вот мы должны с вами встать. Вот тут вот. А, не где мусорки, где баки, а где вот эти. Вот все, 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 все. Вот эти вот. Короче, я сейчас покажу. Здесь щиты наложили. Сейчас. Вот эти щиты нам надо убрать. и вот здесь нас будут разгружать. Ну, просто. так, сейчас мы вот это все аккуратненько поддоны яйца уберем. Здесь вот сложим. И вот сюда заедем. вот вот это специально для нас все сделали. . Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, тепло, тишина. Не то, что когда летом здесь было, дышать было нечем. Все. Смею откланяться. Пошли мы спать. Наконец-то будем спать ночью. Продолжение следует...